приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы я недавно готовил питьевой спирт вот он если кому интересно ролик как я его готовил размещу в описании этого видео и обещал приготовить несколько ликеров амарета уже поставил вот сейчас вот хочу поделиться с вами рецептом очень классного очень вкусного итальянского ликера лимончелло в общем текстовые рецепты все пропорции на литр ликера в описании тут у меня будет больше чем литра литр поэтому пропорции немножко нарушил давайте посмотрим как это делать нам понадобится лимоны и от этих лимонов нам понадобятся не сами лимоны а ихняя цедра сейчас попробую эту цедру саму отделить с помощью вот такой вот овощерезки главное нам белую штуку которая есть под этой цедрой сюда не зацепить чтобы именно вот снимать одну вот такую вот саму цепь короче чем друзья сейчас их буду чистить я так понимаю что это не быстрый процесс как почищу так вернусь к вам скажу я вам достаточно нелегко далась мне эта горка лимона и лариса мне даже помогла и вот смотрите друзья хочу проакцентировать внимание на цедре то есть вот хорошо когда цедра снята так когда есть вот белая здесь ну как сказать часть вот этой вот белой кожуры самой кожицы когда мы ее цепляем это плохо потому что она даст горечь то есть вся цедра должна быть вот без этой белой без белого слоя кожицы отправляем шуму 7 лимонов в трехлитровую банку заливаем это дело спиртом и в теплое темное место то есть желательно температура чтобы была градусов 20 а 25 еще лучше ну и темное чтобы не попадали прямые солнечные лучи каждый день хорошенько встряхиваем минимум на неделю а лучше дней на десять ну и друзья через 10 дней мы с вами так сказать закончим и продегустируем наш лимончелло и так друзья через 10 дней у нас получился вот такая вот настойка прекрасно пахнущие настолько настолько ароматная все готово к завершающему этапу приготовления лимончелло сахар берем из расчета объема готового напитка очень многие рецепты пишут 250 грамм на литр напитка я попробовал сделать 250 грамм мне показалось это чересчур сладким я сейчас использую 200 грамм на литр и рекомендую использовать 200 грамм на литр в любом случае напиток всегда можно сахар всегда можно добавить а вот если напиток уже готовый и чересчур вам покажется сладким достаточно сложно будет его разбавить теперь что касается сиропа очень многих рецептах пишут что сироп надо сварить прокипятить я бы не рекомендовал этого делать первый вариант который можно сделать это инвертировать сахар как бы это будет вообще супер идеально правильно и второй вариант который делаю я это растворяю сахар готовлю сироп в горячей воде но не кипячу его так как я использовал 80 процентный спирт тут у меня полтора литра настойки то соответственно я готовлю полтора литра сиропа хорошенько размешаем сахар и подождем пока он остынет до комнатной температуры сама настойка какой-то особой очистки не требует следует только процедить его чтобы в напиток не попала цедра то есть сам напиток как видите он такой очень очень светлый и как пахнет то вообще фантастика видите центра стала такая совершенно бесцветная весь цвет и вкус она отдала нашей лимончели пока сироп остывает расскажу о своих этикетках эту этикетку и собственно говоря саму идею я подчеркнул на канале счастливчика кстати очень интересный канал посвященный алкоголю ректификации очень грамотно человек рассказывает объясняет зайдите на канал гляньте вам понравится смотрите я взял вот именно у счастливчика он выложил в открытом доступе эту этикетку здесь написано домашняя винокурня я от себя добавил домашние винокурни первоченко и название напитка лимончела допустим это амарета купил на алиэкспрессе крафтовую бумагу ссылку где покупал такая достаточно дешевая бумага красивая на самоклеящейся и вот имеет такую но крафтовый вид состаренный вид ссылку размещу в описании видео и также пустой шаблон этой наклейки я думаю счастливчик не будет против потому что он я разместил совершенно в открытом доступе то есть саму наклеечку с домашней винокурни первоченко и амарета тоже ссылку положу в описании можете скачать себе потом написать здесь там свою фамилию домашняя винокурни иванова или петрова или ну кого угодно вместо первоченко название напитка и после того как вам надо вернее тогда когда вам надо кому-то сделать красивый презент подарить подарить бутылочку со своим напитком вписываете сюда название фотошопе печатаете на обычном принтере и получаете вот такие вот чудесные самоклеящиеся наклейки друзья подождем пока остынет сироп и закончим делать наш лимончелло после того как сироп остыл можно произвести смешивание вливаем начале спирт как менее плотный после этого добавляем сахарный сироп после добавления сахарного сиропа измерять спиртуозность продукта бесполезно поэтому рекомендую заранее четко вычислить исходя из спиртуозности вашей настойки то есть настойки на цедре спиртуозность готового продукта можно воспользоваться приложением калькулятор самогонщика если необходимо добавляем немножко воды но вот таким образом у меня получился как раз 40 градусный продукт хорошенько все перемешаем дадим отдохнуть денек-другой после этого будем дегустировать через два дня друзья получаем прекрасный ликер практически полный аналог итальянского ликера но во всяком случае вот в риме венеции пили лимончелло и привозили его оттуда не отличается ничем на этом этапе вы можете попробовать на сладость если вам покажется что недостаточно сладкий но по мне по мне как раз самое то больше сахара не надо причем настолько классный вкус вот отлично настала настоялась лимонная цедра вот вкус очень яркий в италии я покупал несколько видов лимончелло тот кто тот который подешевле он такой был больше сахар чувствовался чем лимон а вот тот который был подороже он был именно вот такой вот вкусно ваше здоровье дорогие друзья с удовольствием вам представляю рецепт лимончеллы подписывайтесь на канал если заинтересуют этикетки скачивайте в описании также как я уже говорил ссылку на покупку бумаги на алиэкспресс вот для этих чудных этикеток тут у меня амарета или манчелло вообще их печатаю вот мне надо там кому-то сделать презент бутылочку я напечатал себе листик и у меня потом остаются этикетки то есть я их не печатаю так ну как бы в проб как-то друзья надеюсь что видео было вам полезным или манчелло понравится подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а мы с ларисой готовим для вас новые видео и вот буквально завтра-послезавтра опубликую видео самаретто тоже очень классный ликер получился тоже итальянский но это отдельная история всего доброго пока